Умение слушать – это ваш ключ к мыслям других людей. Свою первую деловую встречу я провел более 30 лет назад. Я очень хорошо ее помню. А еще лучше я помню, я осознаю те ошибки, которые я тогда сделал. Тогда у меня совсем не было опыта переговоров. Сегодня за моей спиной десятки тысяч встреч, презентаций, переговоров, телефонных разговоров, публичных выступлений. За это время я многому научился, и сейчас я хочу поделиться с вами очень важной вещью. На этот нюанс люди часто не обращают внимания. Кстати, зря. Он во многом влияет на то, какой результат вы получите по итогу встреч. Я говорю об умении слушать. Не просто слушать, а именно слышать собеседника. На первый взгляд это очевидно. И каждый консультант скажет, что именно этим он и занимается во время встреч. Слушать своего собеседника. Но так ли это на самом деле? Слушать – значит активно и осознанно участвовать в диалоге, когда говорит ваш собеседник. Вы можете молчать, но при этом надо впитывать каждое слово, которое произносит ваш собеседник. Это непросто, потому что частенько наши мысли витают где-то далеко. Вроде бы вы здесь, смотрите на собеседника и даже киваете головой. Но совершенно его не слушаете, а думаете о чем-то своем. В этот момент вы теряете очень много полезной информации, которой делится с вами ваш клиент. Кроме того, вы не можете управлять разговором с помощью уточняющих и направляющих вопросов. Ведь вы просто не знаете, о чем в этот момент говорит ваш собеседник. Если вы занимаетесь продажами, проводите встречи, общаетесь с людьми, то очень важно развивать умение слушать. Вы должны уметь отключать все мысли, не относящиеся к разговору, и направлять все свое внимание на собеседника. Это, кстати, касается и зависимости от гаджетов. В современном мире мы настолько привязаны к своим телефонам, смартфонам, планшетам, что уже считаем невозможным прожить без них ни минуты. Если вы постоянно отвлекаетесь на звонки или какие-то сообщения, вы теряете концентрацию и показываете собеседнику незаинтересованность в его словах. Все время встречи или презентации нужно уделять своему собеседнику, выражая этим, кроме прочего, еще и уважение к нему. Выключите телефон на это время и уберите его подальше. Если вы ждете важный звонок, то не назначайте встречу на это время. Помните, что именно вы должны быть хозяином своего времени, своих планов и своих действий. И не позволять кому-либо или чему-либо отвлекать вас тогда, когда вы заняты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!